Дорогие друзья, приветствую вас на канале Али Шопоголик. Для тех, кто меня еще не знает, меня зовут Алла, я Алиэкспресс-блогер из Германии. Сегодня я покажу вам очередной обзор на вещи, купленные на Алиэкспресс. А также мне с магазина Тевля прислали несколько дней назад несколько вещей, которые я вам буду потихоньку в каждом из видео показывать. Сегодня в этом обзоре будет речь о этой блузке, которая из этого магазина. Все ссылочки на товары показаны сейчас, как всегда, найдете внизу в инфобоксе под этим видео. Надеюсь, что этот образ вам тоже понравится и приступаю. Приятного просмотра! Не забывайте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе новых событий на моем канале. А также, конечно же, подписывайтесь и другие социальные сети. Все ссылочки вы найдете также в описании. Ура! На моем канале открылась новая функция. Это вкладка сообщества. Сюда я вас приглашаю и хочу показать вам здесь другие товары, которые я, например, еще не показывала в видеообзорах, но, может быть, скорее всего, покажу. Я здесь их покажу вам заранее. Также вы можете детально прочитать про эти товары и, к тому же, конечно же, оставлять комментарии или задавать мне вопросы. Буду рада пообщаться с вами и здесь. Не забывайте активировать кешбек-сервис, прежде чем вы покупаете что-либо на Алиэкспресс. Это тоже очень важно, чтобы экономить деньги на своих покупках. Если у вас нет еще кешбек-сервиса, то советую вам мои. Мега-бонус для меня пока что самый-самый лучший. Могу вам его действительно посоветовать. Частенько вывожу оттуда деньги и они довольно-таки быстро приходят мне, например, на WebMoney или на PayPal. Так что, если у вас до сих пор еще не было своего кешбек-сервиса, могу посоветовать для регистрации именно этот. Как всегда в своих обзорах я начну сейчас с бижутерии. Так как весь цвет моего сегодняшнего образа получился такой пудророзовый, поэтому я взяла сюда украшения именно из розового золота. Они отлично подошли. Сейчас на мне увидите сережки из магазина Unfastny, которые я уже вам несколько раз показывала. Этими сережками я осталась очень довольна, так как заплатила за них всего 220 рублей. В этот комплект входил также кулончик с цепочкой. Цепочка немножко темнее через некоторое время, если ее не обработать. Ну а так они, в принципе, сережки еще до сих пор такие же, как и были раньше, как я их купила уже, наверное, года два точно назад. Поэтому эти сережки могу вам обязательно посоветовать. Магазин очень классный. Там много я уже покупала всяких украшений. Сережки очень классно сделаны. Нигде я не заметила следы клея, поэтому эти сережки или этот комплект могу вам тоже посоветовать. Также сейчас на мне это колечко из розового золота, тоже из этого же самого магазина. Это кольцо у меня есть уже в двух разных расцветках. Есть вот розовое золотое и серебряное. Но, к сожалению, мой продавец больше не продает именно это кольцо в серебряном цвете, а осталось только вот это в розовом золоте. Кольцо очень красивое, стильно смотрится. Сделано интересненько так. Здесь впереди у нас три страза, или вернее камушка. И потом у нас дальше идут еще стразики. И стразики эти наклеены тоже даже по бокам кольца. Что очень красиво смотрится, придает им такой глаз и блеск. Я этим кольцом со стразами осталась очень довольна. Оно очень классно смотрится. Во-первых, нежно так и стильно. И, во-вторых, я уже в нем посуду мыла и все что угодно. И до сих пор еще оно отлично выглядит. За такую цену это просто смешная цена для такого кольца, для такого качества. Стоило оно всего 180 рублей. Могу только посоветовать. Ну а теперь о самих вещах. Сейчас вы видите на мне такую офисную элегантную блузку. Эта блузка мне очень понравилась по качеству. Я просто была удивлена. Мне один магазин Тебля предложил сотрудничество, вернее, чтобы они мне прислали вещи на обзор. Я согласилась. И мне можно было выбрать несколько вещей. В этот раз я выбрала и плащ, и юбку, и платье, и топы. Поэтому буду показывать вам это и в других видео еще. Но о этой блузке могу сказать только что. Эта блузка просто идеальна. У нее качество очень хорошее. Очень мне понравилось, как она пошита. Здесь на рукавах у нас по 4 мелкие такие пуговички. Но они отлично закрываются. Даже я со своими длинными ногтями. Вообще меня это не затруднило закрыть их. То же самое у нас здесь сзади на спине. Там две пуговички. И они закрываются на резиночке. Продавец пишет, что материал полиэстер и поплин в мелкий рубчик, как он там объясняет это. Но материал действительно очень классный. Хорошо разглаживается. Такой мягкий, струящийся материал. И не такой, не прям сильно такой мнущийся. Как вы видите, у меня немножко опять, как всегда, рукава немножко длинноватые. Они довольно-таки длинные. Но если их носить так с приспуском, да, можно сказать, то вот уже отлично смотрится. Я не буду ничего укорачивать, не буду ничего убирать. Мне оно и так нравится. За эту блузочку продавец просит 750 рублей. На наши деньги это 10.50. Я считаю, что отличная цена за такое качество. Просто идеальная. На свои параметры 95, 73, 97 я взяла размер М. И думаю, что это отличный размер для меня. Если бы он был немножко больше, то я бы в ней утолула. Субтитры сделал DimaTorzok Пару месяцев назад я показывала вам свою голубую кожаную юбку, или вернее из кожзама, которую я тогда скомбинировала с черными вещами, с черной меховой жилеткой, с черным топом. В этот раз я заказала себе юбочку из этого же самого магазина, по этой же самой ссылке, но она немножко другого покроя. И к тому же она у меня теперь пыльно-розового цвета. Такой цвет юбки я увидела на одной из девушек, смотря обзоры на Айтау. И мне этот цвет показался тоже очень красивым. И я подумала, что мне он, скорее всего, тоже подойдет. И я очень осталась довольна этой юбкой, как и голубой своей. Она тоже идеально пошита. Эту юбку я взяла, опять-таки, на свои параметры 73 в талии и 97 в бедрах по размере L. Она мне немножечко минимально свободна, но я чувствую себя в ней комфортно. Я думаю, что если бы она была уже, то она сидела бы уже слишком в обтяжку, а именно так мне ей нравится. Если ее немножко спускать пониже, то отлично смотрится. У этой юбки, так же, как и у голубой, присутствуют карманы по бокам. Также А-формой она идет немножко пошита. И отлично она меня села. Продавец предлагает эту юбку в 9 различных расцветках. Качество пошива тоже отличное. Все строчки ровно прошиты. Я осталась этим качеством очень довольна. Могу вам эту юбочку посоветовать. Тем более, стоит она всего 750 рублей. Я думаю, что это классная цена для такой покупки. Я купила вот такие две сумки. Эту сумку вы, конечно, уже знаете в синем цвете. У меня такая есть. Но я хотела ее прикупить в бнюдовом цвете. К сожалению, она пришла ко мне такая в цвете розового поросеночка. Но, в принципе, очень хорошо подходит к этому образу. А вообще-то я предусматривала именно для этого образа вот эту сумку. Эта сумка мне очень понравилась. Во-первых, своей ручкой такой необычной. Такой у меня еще не было. И к тому же вот этой бахромой, которая здесь свисает. И вообще, в принципе, весь дизайн очень такой необычный. И именно этим она мне понравилась. Материал этой сумки полиуретан заплатил я за нее всего 1400 рублей. Думаю, что тоже неплохая покупка была. Здесь у нас везде золотые элементы. И здесь тоже. С обеих сторон есть у нас здесь карманчики. Они совершенно небольшие. Туда можно, например, положить ключи. Это такие вещи, которые, чтобы недолго искать в сумке, а чтобы они отдельно лежали. Конечно, насчет этого будет немножко практичнее, чем если закинуть сумочку. Единственное, что я не учла у этой сумки, это, конечно, мне нужно было смотреть раньше, что она открывается вот так вот поперек. И получается, что вот в саму сумку, чтобы залезть, это вот такое вот отверстие здесь. Не очень-то удобно, не очень практично. Если, конечно, убрать ручку, то можно легче сюда залазить в сумку. Но все же для меня такое отверстие у сумки совершенно непривычно. К такому я еще как бы привыкать, мне, наверное, долго надо будет. Есть у нас еще дополнительно такой ремень. Этот карманчик или сама сумка, не сказать, что она слишком такая вместительная, но все равно, конечно, в нее поместится пара вещей. Для моего кошелька, наверное, скорее всего, будет мало места. Качества нареканий никаких нет, изъянов никаких я не нашла. Все действительно очень ровно проработано, все швы классно прошиты. В принципе, выглядит очень-очень даже неплохо. Единственный вот этот момент, нюанс, что здесь с этим открыванием, это не очень-то мне понравилось. Материал этой сумочки полиуретан, и он очень мягкий такой, это не натуральная кожа, но действительно очень такая мягенькая. Эта сумка предлагается продавцом также в пяти различных цветах. И, конечно, там есть более стандартные цвета, но я именно хотела что-то такое, чтобы подходило под мою юбочку, под мою блудочку, поэтому взяла именно этот цвет. О этой сумке только синего цвета я вам уже несколько раз рассказывала. Эта сумка сделана в стиле CELINE PARIS. Дизайн этой сумки я просто обожаю, поэтому, когда сейчас заказывала для подруги маленькую сумочку, еще меньше, мини такую, решила заказать себе и такую же нюдового цвета, чтобы у меня была такая на каждый день, чтобы комбинировать ее, например, с другими вещами и брать на работу. Хоть эта сумка и от другого продавца, но она также идеально сделана. Качество споршива самого материала, это, конечно же, не натуральная кожа, отличная, она мягенькая такая, ручки эти, как я уже говорила, мягенькие, и у нас присутствует еще такой ремень, чтобы носить ее через плечо. К тому же эти железные замочки тоже отлично закрываются и открываются. Здесь в этот кармашек действительно можно что-то положить, я думаю, что карточки, потому что он такой довольно-таки тонкий. Сама сумка по себе вместительная, у нас там есть еще один кармашек, который на замочке, и к тому же есть пару кармашков, куда, например, можно положить телефоны. Этой сумкой я осталась тоже очень довольна, заплатила за нее опять 28 евро, и нисколько не жалею, буду с удовольствием ее использовать. Когда я подбирала вещи для этого образа, то хотела показать вам сначала другие туфли, новые туфли, которые мне тоже давно уже пришли, но я их никак не могла ни к чему подобрать. В этот раз все-таки, когда я посмотрела, как это все сидит, я решила остановиться опять-таки на своих любимых лодочках, о которых я вам уже тоже рассказывала, но они просто идеально подходят именно к этому образу, поэтому я не стала сейчас экспериментировать. У этих туфлей от фабрики Лос Ландифен, это очень известная марка, отличное качество, нигде не видны следы клея, я покупаю их уже второй раз, у меня такие туфли уже были и раньше, но я их уже сносила совсем, так как покупала их именно для работы, каблучок 8 см и очень удобен в носке. Качество туфлей просто идеальное, у них здесь нигде не видны следы клея, шов также здесь красиво проработан, и каблук красиво сделан, ничто у меня никогда не было кривым. Эти туфли у меня есть уже и в других цветах, ярко-зеленые, ярко-синие, осталось им тоже очень довольна. Заплатила я за эти туфли 1150 рублей, и думаю, что это отличная цена для туфель, которые для меня палочка-выручалочка действительно на работе, в которых я с удовольствием хожу. На свою стопу 24,5 я покупала размер 8,5, как-то покупала также размер 7,5, чтобы проверить действительно ли 8,5 мой правильный размер, но они мне немножко жмут, я тоже могу в них ходить, но мне все равно не так в них комфортно, поэтому все-таки думаю, что именно на такую стопу, как у меня 24,5, 8,5 хорошо подходит. Продавец предлагает эти туфли в очень многих различных расцветках, там больше 10 цветов всяких разных можно выбрать, поэтому могу их только посоветовать, они очень классные. И сегодняшний мой обзор тоже подходит к концу, я очень надеюсь, что вам понравилось это видео, что вам понравились вещи, которые я сегодня подобрала, может быть у вас есть какие-то вопросы, пишите мне обязательно в комментариях, я стараюсь на все вопросы отвечать, а также, конечно, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчик наверх, это очень важно, поддерживайте меня, делитесь этим видео со своими друзьями в социальных сетях, это очень поможет развиваться моему каналу, я надеюсь, что мы увидимся при просмотре моих следующих видео, пока, желаю вам удачного шоппинга на Алиэкспресс! Субтитры сделал DimaTorzok